День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Всем доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Мы часто используем выражение «у него низкая самооценка» или «у него заниженная самооценка» как синонимы. Однако, есть ли действительно в этом разница? И если есть, то какая? Эта тема меня уже некоторое время как заинтересовала. Я даже написал небольшой текст на Фейсбуке на эту тему, но как-то захотелось ее развить. Я об этом начал задумываться не потому, что кто-то о ком-то, у него низкая самооценка, а потому что мы пациенты часто начинаем выяснять, что с ними происходит, почему, почему им трудно защищать свои интересы, почему им трудно претендовать в жизни на что-то большее, чем у них есть и так далее, почему они уступают в отношениях. Говорят, ну это у меня самооценка заниженная, говорят, они таким тоном, ну как это? Ну понятно же. И это, вот эта низкая самооценка, такой стал штамп такой. У меня низкая самооценка, чего вы от меня хотите. И я об этом начал размышлять уже какое-то время назад и понял, что разница есть и весьма существенная. Что такое самооценка? Это оценка, которую мы сами себе выставляем. Не кто-то нас оценивает, а мы сами себя. И низкая самооценка, она не всегда является чем-то патологическим. Низкая самооценка может быть вполне реалистичной. Как это был диалог с кем-то, кто очень, правда, тоже в интерсоцетях по переписке, где кто-то возмущался. А, по-моему, даже кто-то был звонив сюда в студию когда-то и возмущался, что его обесценивают, отнесясь к пренебрежитым вопросам. Я спросил, а с чего здесь вас обесценивают? Потому что это и есть подлинная оценка ваших на данный момент способностей и так далее. Это вызвал бурю возмущений у него и у кучи сочувствующих. Как я могу кому-то сказать, что его убеждения или идеи не столь прекрасны, сколько ему кажется? Хотя, что бы там оскорбительного, собственно говоря? Так вот, что такое низкая самооценка? В какой-то момент человек, как мы все периодически делаем, начинает вызываться вопросом, чего я добился, что я стою, может, касаться чего угодно. Может, касаться уровня достижений в работе или в учёбе, или оценка своего внешнего вида и физической форм, в которой ты находишься. Если человек себе по всем этим вещам выставляет плохую оценку, то есть в работе я мало чего добился, с работой у меня всё плохо, зарабатываю я плохо, или учусь я плохо, и на данный момент моя учёба крайне некачественна, я запустил свой внешний вид и нахожусь в плохой физической форме, окей, на данный момент по всем этим параметрам ставят себе низкую оценку. Его самооценка является низкой, потому что есть все основания, чтобы быть низкой. В Англии был скандал, владелец одного спортивного зала придумал такую креативную рекламу, «Если ты толстый и безобразный, приходи к нам и будешь просто безобразным». Я думаю, что вызвал наверняка он тут бурю возмущения. Кто-то развеселился, а кто-то заляпал краской его рекламные плакаты. Он, естественно, извинялся, никого не хотел обидеть и так далее. Ну так вот, и вот у нас есть низкая самооценка, и мы понимаем, что нам есть куда расти и есть куда развиваться. То есть мы сдаёмся вопросом, а почему я плохо работаю, почему я плохо учусь, почему я не в той физической форме, в которой хотел бы, почему мои отношения с людьми являются достаточно, как бы сказать, несоответствующим моим желаниям. То есть ко мне плохо относятся, меня не ценят, мной не дорожат, меня не любят, не уважают и так далее, и так далее. И если человек себе начинает честно отвечать, почему всё это произошло, он начинает задумываться, как бы всё это изменить. То есть низкая самооценка в отношениях человека с его результатами. Как осознание своих проблем и принятие, что, да? Ну, как говорят, я должен сказать, я алкоголик, придя там в общество анонимных алкоголиков, и с этого начинается, в общем-то, и этап излечения. Что такое заниженная самооценка? У человека с заниженной самооценкой, может быть, по крайней мере, на внешнем уровне, всё намного лучше человека с низкой самооценкой. Он может быть находиться на вполне неплохой работе, он может неплохо зарабатывать, или он может быть вполне успешным студентом или школьником, и выглядит он, может, совершенно неплохо, но он всё время смотрит на себя в некое кривое зеркало. Он как будто очень плохо понимает, почему то, что с ним происходит, на самом деле хорошо. Он всегда полон критических замечаний в свой адрес. – это касается чего угодно. Если касается, допустим, работы, ну, мог бы и получше. Мало, недостаточно. Или, допустим, если к тебе плохо относится начальник или коллеги, ну, наверное, заслужил. С чего? Ну, к такому, как я хорошо относится. Я тут плохо, здесь плохо и там плохо. То, что у меня хорошо, это всё недостаточно хорошо. Или это... Я часто у людей, которые говорили о своих заслугах и достижениях, ну, это повезло просто. Это не моя заслуга. Это меня учили так, или там подсказали, или за меня всё сделали, или это решение, которое мне не далось, далось без особых трудов, значит, ничего не стоит. И так далее, и так далее. И поэтому человек никогда не доволен тем, что у него есть. И не то, что он такой, как бы сказать, карьерист, который всегда будет рваться к вершинам, то есть я не доволен с этим, я хочу большего. То есть есть мотивация, что да, всё хорошо, я хочу, чтобы было ещё лучше. Если я в том-то, я хочу быть чемпионом. Если я толковым в моей работе, хочу быть руководителем, и так далее, и так далее. Это другая история. Я не хочу быть ещё лучше, я хочу хотя бы стать хорошим. То есть заниженная самооценка проявляется в карьере, и она, конечно, всегда проявляется в отношениях. В отношениях она проявляется в самых разных ситуациях. То есть человек может позволять своим близким с собой плохо обращаться. Не важно, это уже взрослый сын родителей, или дочь родителей, которые постоянно недовольны, постоянно критикуют, постоянно ставят кого-то в пример, постоянно говорят, ты плохо относишься к нам, и надо всё время чтобы лучше, лучше и лучше. Это человек в каких-то партнёрских, супружеских отношениях, который всегда будет позволять унижать себя, оскорблять себя, нахносить. Всё, вот какие-то оправдания, почему со мной всё это происходит, я должен всё это терпеть. Потому что, если говорить детским языком, что-то вроде вот я плохой, так мне и надо, иначе у меня и быть-то не может. И в этой ситуации к чему может привести заниженная самооценка? Во-первых, человек теряет такую важную вещь, как удовольствие от жизни, удовольствие от достижений, удовольствие от отношений. Человек всё время будет недоволен собой, и человек постоянно недоволен собой, он всегда в итоге на звонок. Да. Здравствуйте. 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 Вот я не совсем согласен с тем, что вы сказали в начале передачи. То есть человеку можно помочь поднять самооценку. Такое же существует, да? Но там же можно ему помочь и опустить самооценку. Такие есть методики. Так что можно газлайтингом опустить человеку самооценку. Он будет просто раздавлен и морально и физически. В чём ваш вопрос? Ну, я просто не согласен с тем, что вы сказали в начале передачи. Что кто-то там вам звонил по поводу самооценки. Что-то такое. А в чём вы? Я сейчас не понял, с чём вы согласны? Ну ладно. Давайте отвечу на то, что было похоже на вопрос. Смотрите, вопрос на самом деле интересный, я только не понимаю, с чем вы со мной спорите. Это немножко другая тема. Тема манипуляций. Мы её рассматривали, кстати. Мы её рассматривали, мы называли передачу о газлайтинге отдельно, но манипуляции и манипуляторы это были, есть и будут. Но надеюсь, вы с вами согласитесь, уважаемый слушатель, что совсем не все люди уязвимы для манипуляций. Есть люди способные дать отпор, есть люди способные распознать манипуляцию, сказать манипулятору так не пойдёт, так со мной нельзя. Есть люди способные сказать газлайтеру, допустим, ты пытаешься меня обмануть, ты пытаешься внушить мне какие-то неверные вещи, я с тобой не согласен, я это не принимаю, я в это не верю. Есть люди, которые для всего этого уязвимы. То есть, в общем-то, манипуляции падают на заранее подготовленную почву. допустим, когда у людей уже с самооценкой некоторые проблемы, знаете, как вода куда-нибудь затекает, какие-нибудь трещины, потом, когда она замерзает, она раскалывает ещё больше. Вот там, где уже есть дефект, там, где уже есть какой-то ущерб, то вот там этот ущерб можно усугубить. Но ещё раз скажу, не каждый человек, не каждый человек способен извините, мне пишет моя встревоженная мама, я должен ей ответить. Прошу прощения. С другой стороны, и это тоже мы говорили, манипулятор, газлайтер, это на самом деле тоже человек с невысокой самооценкой. Это человек, который не верит где-то внутри, что он может добиться желаемого по-честному. Есть манипуляторы жулики. Все есть звонки из Шведбанка и тому подобное. Это другое. Это люди, которые манипулят своей профессией и из людей пытаются как-то обманом добыть деньги, услуги и так далее. Но в принципе манипулятор человек, который сам себя не очень ценит. Он не верит, что его можно любить просто так. Он не верит в хорошие отношения. Он не верит, что может добиться чего-то обычным, честным путём. Он может действовать только через хитрость, через принижение самооценки кого-то, через то, чтобы заставить кого-то засомневаться в себе. И как бы это странно не звучало, манипулятор и его жертва, они в чём-то зеркальные отражения друг друга, манипулятор. что манипулятор пытается в другом найти ту же уязвимость, которая есть в нём, уже хорошо ему знакомую, скорее всего, делать бессознательно, и ей уже и воспользоваться. То есть, грубо говоря, человек, который, пытаясь в романтические отношения, будет хитрить и пускаться на какие-то нечестные ходы, потому что дед внутри он не поверит, что его можно просто любить. Человек, который будет кого-то, с кем нужны какие-то близкие отношения, дружеские или партнер, будет обхаживать, осыпать какими-то хитрыми комплиментами и теми же манипуляциями, потому что ему трудно поверить, что он сам по себе может быть для кого-то привлекателен и важен. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, не все уязвимы для манипуляторов, но манипуляторы сами достаточно уязвимые люди. Но вернемся все-таки к людям с заниженной самооценкой. Да. О чем остановились? Ну вот мы начали говорить о том, что они не получают удовольствия от жизни, от достижений, что это вот заниженная самооценка им не позволяет наслаждаться жизнью. Да. К чему может нас привести заниженная самооценка? Заниженная самооценка в итоге может привести к известному всем состоянию выученной беспомощности. Мы о ней тоже в какой-то передаче говорили, причем неоднократно. Что такое напомню вкратце выученная беспомощность, когда человек настолько смирился с тем, что он все плохо, что он даже не пытается что-то изменить к лучшему. Опять, это история о собаках, которые загоняли в помещение, к полу подводили ток, их били током, они метались, ученые жестокие люди, как известно, а потом какую-то часть помещения отвели, в которой к полу не был подведен ток. Вот часть собак металась и прыгала, пока не находила места, где тока нет, и там уже чувствовала безопасность, а часть собак даже переставала искать, они просто скулили, лежали в одном месте, вздрагивали от ударов током, и не пытались ничего изменить к лучшему, это и есть та самая выученная беспомощность. Ну да, такое состояние полностью, когда руки опускаются. Да, вот когда у человека самооценка занижена, когда он полностью смирился с тем, что он никогда ничего не добьется, и ни на что не имеет права претендовать, он впадает в выученную беспомощность и, что-то, плывет по течению. И тогда, к сожалению, даже хорошие достижения его жизни в работе, в карьере или в отношениях, они начинают падать. Более того, здесь же тоже есть какая-то обратная связь. Человек с заниженной самооценкой, внутренне не считая, что он достоин чего-то хорошего, будет бессознательно очень часто выбирать себе партнера, который будет обращаться жестоко, несправедливо, который будет постоянно за что-то ругать. Частая история человек, не важно, мужчина и женщина разводится с своим партнером, супругом или супругой и в новом браке находится ровно такой же. Ровно такого же человека, который будет его третировать. Почему? Потому что есть то самое убеждение, во-первых, не то, что убеждение, что я большего не достоин, а вот это некий внутренний сценарий бессознания, как он человек следует. Все будет находить себя, ну, не знаете, у актеров есть амплуа. Вот там инженю комик и так далее, герой-любовник или еще кто-то. Вот они следуют ходить из пьесы, из пектакля, спектакля с одной и той же, с одним и тем же амплуа. И амплуа, который для себя избрал человек с заниженной самооценкой, это такое же я тот, кого обманывают, я тот, кем пренебрегают, я тот, кого-нибудь, то есть другая роль для него не подходит. Я видел людей, которые находились в очень жестких, неприятных отношениях, но когда они встречались с каким-нибудь человеком, который провел к ним интерес, ухаживаясь, человек не относился с любовью, с мягкостью и заботой, или нет, это слюнтяй какой-то, это что-то, ну, что это такое, это совершенно не для меня, меня такие люди не привлекают. Интересно. То есть, они не могли оценить людей, которые проявляли о них заботу? Это бы полностью разрушило их сценарий взгляд на себя, то есть, увидеть, как тем, как человеком, который достоин любви, заботы, тепла, они все-таки не видят, то есть, для них принять эти отношения к себе, это значит, как будто все мои ценности рухнули, они даже додуматься о таком не могут. Возвращаясь к людям просто с низкой самооценкой, кстати, тоже, ну, к сожалению, не все так просто. Казалось бы, вот у тебя здесь проблемы в работе, в учебе, чем угодно, и ты прилагаешь ряд усилий, и это начинает меняться в лучшую сторону. Ну, как мы знаем, приложение усилий тяжелая история, и мы можем сейчас задаться вопросом, а почему человек с низкой самооценкой оказался в этой ситуации? Люди могут ссылаться на тяжелое детство, на плохих родителей и так далее. И да, конечно, этот фактор работает, но он тоже не является чем-то вот такой догмой, что никогда неизменим. Я в своей практике встречал людей, которые вышли из, если на ужасного, травматичного детства, из очень неблагополучных социальных слоев, которые в какой-то момент осознавали, что им так не нравится, и они получали образование, они шли искать работу, делали карьеру и так далее. Они даже находили хорошие отношения, но правда приходилось проделать некую работу, чтобы они все это принимали как то, что им на самом деле положено. и низкая самооценка, и заниженная самооценка могут привести к той же выученной беспомощности, но подход к этим людям у нас разный. Человеку с низкой самооценкой, грубо говоря, сильно упрощен, надо просто делать вещи, от которых его самооценка поднимется. Человеку с заниженной самооценкой надо понять, почему он с собой недоволен, почему он постоянно смотрится в кривое зеркало, почему он висит настолько искаженно. То есть из-за заниженной самооценки, что бы он ни делал, он никогда не будет с собой доволен. Поэтому такому человеку нужно научиться понимать, откуда взялось такое отношение к себе, откуда взялось пренебрежение к себе, откуда взялось это состояние того, что я никогда не буду достаточно хорош. Это терапевтическая работа более сложная. И да, низкая самооценка тоже может прийти к заниженной самооценке. Я считаю, что мне такое положено и большего я не достоин. Откуда всё это берётся? Мы, опять же, можем отправиться в детство. Можем понять, что есть люди, которых в детстве никогда не хвалили. вот я как раз хотел спросить, а вот то, что вот эта тенденция, что сейчас даже в некоторых школах европейских избегают ставить оценок, потому что боятся, что вот как раз это нанесёт травму, и, ну, не знаю, ребёнок, который постоянно получает низкие оценки, вот у него выработается именно вот этот комплекс заниженной или низкой самооценки, что он будет всегда считать, что, ну, да, я троечник, я всё время получаю тройки, ну, значит, я такой. Мне кажется, это полка о двух концах. С одной стороны, да, дети, которые получают плохие оценки, могут расстраиваться из-за этого, могут переживать и так далее. Но, с другой стороны, вот этот вот такой зефирный подход ко всему, ничего, ничего страшного, ты в чём-то ещё хорош, все одинаковые, нет оценок, ну, это попытка создать ребёнку иллюзорное представление о реальности, потому что, ну, человек может пройти школу, в которой не ставят оценок, рисуют тебе там цветочки и зайчики и так далее, но ты рано или поздно начинаешь поступать в какое-нибудь высшее учебное заведение, где может быть конкурс и отбор, где будут люди, которые в чём-то тебя превосходят. Если вам в школе ставили какие-то одинаковые абстрактные оценки или не ставили бы вообще, ну, тебя рано или подойдёт разочарование. Это университет, это место работы, где тоже, даже при отсутствии там какой-то тирании и диктатуры, люди ищут результата в работе, а не бесконечного обережения чего-то, самолюбия. Вот я сразу вспоминаю фильм, я, к сожалению, всё время забываю его, русский вариант перевода «Виплэш», где барабанщик талантливый и его преподаватель, который, кажется, в этом фильме страшно несправедливым, жестоким, что он его оскорбляет, буквально швыряют в него предметы, а в конце фильма, когда они встречаются, тот говорит, что пойми, если бы я тебе говорил, что да, всё, ты хорошо играешь, ты бы не стремился к лучшему, то есть ты бы расслабился и решил, что ты будешь... Ну, это такая теория, человек может только через унижение, оскорбление заставить чего-то добиваться, вопрос, какой ценой. Вопрос, какой ценой, потому что человека можно абсолютно сломать постоянным унижением, отбить у него всякую охоту, то есть выживешь, не выживешь, это такой... Ну, там вот в этом фильме как раз и было, что да, этот парень впадает в депрессию, уже был готов бросить даже... занятие. Мне кажется, что если говорить о системе образования, отменять оценки как-то странно, потому что всегда, всю жизнь, мы сами себя будем периодически оценивать, кто-то нас будет оценивать, вот, но при сохранении системы оценок, того, чтобы ребенок, даже если он плохо учится, получил какую-то поддержку. Да, у тебя плохие оценки, но у тебя есть такие, такие, мы тебе поможем. Ты можешь приходить на консультации, тебя не будут оскорблять, унижать, тебя будут по возможности направлять, то есть у тебя есть плохие оценки, но у тебя есть возможность их исправить. Вот это то, что имеет отношение к низкой самооценке. К сожалению, в школе, я помню школу из своего детства, что помню, что были прекрасные учителя, которые искренне любили детей, а были такие, которых я даже к черепашке не подпустил бы, потому что это были люди, которые детей унижали, оскорбляли за то, что они чего-то не знают и плохо учатся, и да, это тоже делает вклад на будущее в самооценку ребенка. Если у него нет какой-то еще достаточной поддержки дома, то это становится по-настоящему проблематичным. Что еще хочу сказать? Люди с низкой, люди с заниженной самооценкой иногда начинают стремиться доказать всему миру, что на самом деле чего-то стоит. Вот такой порыв, не знаю, в отчаянии или в чем-то. Это может быть конструктивный порыв. То есть я добьюсь того-то, того-то, того-то и того-то, для этого я сделаю те-то, те-то логичные рациональные шаги, и в итоге я буду сам себе нравиться больше, и, очевидно, окружающему нравится больше. Вот мне кажется, здесь сам себе должно быть на первом месте, потому что, когда человек с заниженной оценкой, стремясь доказать, что он хороший, пытается всем бесконечно угодить, добиться того, чтобы им восхищать, чтобы его хвалили, гладили по голове, он дойдет на жертвы несовместимые, с чувством собственного достоинства, с чувством уверенности, что ты когда должен жертвовать собой и чуть ли не пресмыкаться, чтобы тебя оценили, на самом деле не лечит самооценку, это такая странная петля, по которой мы возвращаемся в ту же точку, только еще хуже себя чувствуем. Если мы даже чего-то добились, но такой ценой, от которой мы точно не начали себя уважать и ценить. Ну что же, это была программа Диагноз недели, врач-психиатр-психотерапевт, Резник Мартов, и до встречи в следующий понедельник. Всего доброго. Радиоболтком